В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Ларисы Истомина. Здравствуйте! Сотрудничество предусматривает улучшение санитарного состояния источников питьевой воды, расположенных в муниципальных образованиях. Обозначены в соглашении и меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций на приграничных территориях. Это в истории Приморского района первое соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. У нас не только общие границы с городом Архангельском, действительно очень много вопросов и в области молодежной политики, в области жилищно-коммунального хозяйства, культуры, туризма. Взаимовыгодное сотрудничество предполагает совместную организацию межмуниципального транспортного обслуживания населения. Отдельный пункт соглашения посвящен ремонту автомобильной дороги, проходящей от Цегламенского округа в деревне Глинник Приморского района. Очень много переплетено дороги, инфраструктура, много социальных вопросов. Поэтому необходимо соглашение, которое позволит нам систематизировать наше и даст возможность решать и предусматривает финансирование. Очень много архангелогородцев отдыхает на территории Приморского района, дачи и так далее. Вроде это задачи самих дачников. Но вот, наверное, тот же мост построит. Не может ни Приморский район, ни город Архангельск. В рамках соглашения мы уже будем думать, какую юридическую правовую основу подвести под решение того или иного вопроса. Все это во благо и архангелогородцев, и приморцев. По примеру сотрудничества с городом Архангельском, руководство Приморского района планирует выстроить взаимоотношения с двумя другими соседними городами – Новодвинском и Северодвинском. Екатерина Грициенко, Сергей Минин, Панорама Севера. В Архангельске разворачивается обсуждение нового областного закона о местном самоуправлении. Сейчас в правительстве области идет разработка законопроекта, который определит организацию власти для всех 226 муниципальных образований. В Архангельске за сохранение прямых выборов мэра как главы города и исполнительной власти уже высказались депутаты Гордумы всех фракций и представители городского совета ветеранов. Этот вопрос обсудили и члены молодежных объединений столицы Поморья. Молодежь Архангельска заботит будущее родного города. И у современного поколения должно быть право выбирать это будущее. Поэтому представители молодежных объединений столицы Поморья выступают за прямые выборы мэра как руководителя исполнительной власти города. Надо понимать четко, что если мы говорим о сети-менеджере, то мы говорим о том, что мы уже не выбираем нашу главу. То есть народ уже не может высказать свое мнение, свое слово, и от него уже мало что будет зависеть. Поэтому я, например, мое личное мнение, что надо выбирать наших глав, чтобы мы хоть как-то были причастны, во-первых, к всему, что происходит в нашем государстве, а во-вторых, чтобы мы имели свою ответственность. Архангельская молодежь активно изучает информационное пространство, внимательно следит за обсуждением в соцсетях вопроса о том, какой будет городская власть. И большинство уже знают от своих знакомых из других городов об институте сети-менеджера. Вносить что-то новое – это всегда очень просто, но последствия могут быть как негативные, так и позитивные. А опыт других городов говорит нам о том, что негативных последствий больше. В ряде регионов ведь уже пробовали вести такой институт сети-менеджера. Он эксперимент провалился, скажем так, поскольку на часть лиц вообще были заведены уголовные дела. И я не считаю, что вот именно в данный момент такой институт как сети-менеджер нужен нам. Сети-менеджер, он избирается частью представителя от Архангельской городской думы, частью от лиц, назначенных губернатором. Комиссия – это не постоянно. То есть от кого будет зависеть, ну то есть перед кем он будет отвечать, тоже не совсем ясно. Молодежь всегда была особой категорией общества. И всегда в молодежных организациях работали именно выборные институты. А потому новое поколение архангелогородцев хочет участвовать в формировании городской власти, а не подчиняться назначенному сверху сети-менеджеру. И молодежь Архангельска сможет сделать правильный выбор. Екатерина Грицыенко, Алексей Шершов, Панорама Севера. Обеспечение безопасности на водных объектах и подготовка к новому учебному году стала главной темой заседания в правительстве области. В частности, говорили о причинах чрезвычайных происшествий и о том, как их избежать. 53 человека, в числе которых 8 детей, погибли на водоемах региона за первые 7 месяцев с текущего года. Больше половины всех смертей на воде случаются из-за того, что люди купаются в запрещенных местах, а иногда и в состоянии алкогольного опьянения. Спасти ситуацию может лишь создание оборудованных пляжей и спасательных постов на водоемах. Организовать своевременный подбор кандидатур и обучение по специальности матрос-спасатель для спасательных постов на пляже до 1 мая 2015 года. В преддверии нового учебного года на совещании речь зашла и о пожарной безопасности в школах города. Здесь полным ходом идет работа по устранению нарушений, которые выявил пожарный надзор. Я должен отметить, что только в государственных образовательных организациях, значительная часть которых это организации с круглосуточным пребыванием детей, объем средств, необходимое на устранение этих замечаний, составляет более 55 миллионов рублей. Итогом совещания стало принятие решения о создании добровольных пожарных дружин на базе каждого образовательного учреждения Архангельской области. Инга Швецова, Владимир Орлов, Панорама Севера. Их форменная одежда бронежилеты, а их главная задача перевозить ценности. Они инкассаторы и они отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня инкассаторской службе России 75 лет. Обычно они не жалуют видеокамеры, но для нашей съемочной группы сделали редкое исключение. Разрешили побывать на тренировке в тире. Инкассатор должен уметь стрелять в любых условиях и из любого положения. К слову, обычному человеку нажать на курок даже учебного пистолета чрезвычайно трудно. А вот для инкассатора огневая подготовка жизненно важна. Порой снайперская стрельба единственное, что может помочь во время нападения. А они в 80% случаев происходят на пути от машины до дверей банка. Потому бронированный фургон останавливается максимально близко к объекту. Вот такая крепость на колесах. Есть и даже бойницы в окнах с 20-миллиметровыми стеклами. Андрей Соболев работает инкассатором уже больше 10 лет. О своей профессии говорит кратко. Интересное. То, что мы перевозим, для нас не является какой-то деньгами, ценностью. Это груз, независимо от объемов, сумм. При выполнении своих служебных задач инкассаторы не могут разговаривать даже со знакомыми. Запрещено инструкцией. Кстати, общая протяженность маршрутов инкассации Сбербанка до 1700 км в день. За 75 лет своей истории профессия инкассатора так и остается одной из самых ответственных и опасных. Профессия настоящих мужчин. Поэтому в этот день своим коллегам хочу пожелать счастья, благополучия и спокойных рабочих будней. Предельная концентрация внимания и жесткая дисциплина. Иначе на этой службе нельзя. Они в ответе за вверенные им ценности. В 2011 году в нашей стране было установлено постоянное летнее время и отменен сезонный перевод стрелок часов. А в конце июля этого года президент Владимир Путин подписал изменения в закон об исчислении времени. Теперь в России будет действовать постоянное зимнее время. Напомню, что перевод стрелок произойдет 26 октября в 2 часа ночи. Как к этому относятся архангелогородцы в нашем традиционном опросе. Если кому-то это нравится, кому-то удобно так жить и большинству, то хорошо. И вообще за то, что мы будем ближе к астрономическому времени. Положительно, в принципе. Я думаю, будет гораздо легче нам, северянам. С детства переводили часы, поэтому переведут, так переведут. Зимник. Это же лучше зимний, чем лететь. У нас в архангелогородской области есть. Я положительно. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Коротко о главном. Субтитры делал DimaTorzok фрагментов этого спутника. Акция «Ребенок. Главный пассажир» стартует в Архангельской области с 1 августа. Во время кампании инспекторы ГИБДД проведут массовые проверки транспортных средств в местах, где наиболее вероятна перевозка несовершеннолетних – детские сады, поликлиники, торговые центры, культурно-массовые учреждения. Напомним, перевозка детей до 12-летнего возраста в автомобилях, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств. А теперь к обзору главных тем газеты «Правда Севера». Свежий выпуск сегодня вышел из печати, и вот о чем он рассказывает. Один из центральных репортажей издания 1 августа – рассказ о хозяйстве Заречное в деревне Заболотье под Емецком. В недавнем прошлом оно обещало стать одним из центров северного животноводства. Но сегодня переживает не самые лучшие времена. Как выживает Заречное и будет ли область есть свое деликатесное мраморное мясо – читайте в свежем номере «Правда Севера». Российское жилищное законодательство – другая тема, о которой рассказывает газета «Правда Севера». За последние месяцы были приняты значимые изменения и в Жилищный кодекс, и в Федеральный закон о фонде и содействии реформированию ЖКХ. О жилищных нововведениях в свежем выпуске. 2 августа парашютисты пожарной нашей области почтят память воина ВДВ России и своего коллеги Сергея Заимкина. Друзья Сергея рассказали «Правде Севера» о нем и о работе Северного лесного спецназа. На территории Свято-Стефановского храма строится духовно-просветительский центр. Откроется он уже к концу года. Подробности в материале наших котловских коллег. Сегодня территория перед Свято-Стефановским храмом похожа на большую стройку. Главный объект, который возводится здесь – духовно-просветительский центр. Котловсу такой центр не просто нужен, а необходим, считает епископ Котловский Ивельский Василий. По словам владыки, в вопросах православия наш город еще очень не просвещен. Прихожан много, но даже элементарные основы, например, как молиться и кому, знают не все. Нам нужно помещение, где бы была библиотека православная, видеотека, где священник и помощники каждого приходящего проводили бы какие-то встречи, занятия. Все желающие приходили, задавали вопросы, получали на эти вопросы ответы. Под началом епископа был разработан проект по строительству центра. Он попал в федеральную целевую программу укрепления единства российской нации и этнокультурное развитие народов России. И получил финансирование в размере 30 миллионов рублей. По контракту под ключ центр должен быть сдан до конца года. Рабочие восстанавливают храм-колокольню в честь свидетеля Стефана Великопермского, расположенную по соседству со строящимся центром. В последние годы богослужения здесь не проводились. В помещениях храма делали церковные просфиры. Реконструкция этого объекта идет уже не на федеральные, а на спонсорские деньги. Также рублем участвует сама епархия и жители города через пожертвования. Те, кто тоже хочет внести свой вклад в ремонт Дома Божьего, могут сделать это в любой момент. Кружки для сбора средств установлены в действующем храме. По словам епископа, лучше, если жертва будет не анонимной. Тогда церковь будет знать, за кого молиться. Господь нам говорит, что приобретайте прежде всего Царствие Небесное, а все остальное вам приложится. Поэтому я бы хотел обратиться еще раз, обращаясь к всем жителям города Котласа, чтобы каждый нес свою посильную лепту. Кто 10 рублей, кто 100 рублей. И вот так, как говорят народы, с миру по нитке и будет рубашка. А вот эта самая рубашка. Исключительно на пожертвования. Сейчас идет ремонт в Нижнем храме имени святителя Николая, где проводятся зимние богослужения. Закрылся храм в мае. За это время вместо старого дощатого пола положили керамическую плитку. Заменили систему отопления. Сейчас идут подготовительные работы перед покраской стен. Изменится и внутреннее убранство. Уже приобретена новая голгофа и панихидный стол. Также до октября, а именно тогда обновленный храм откроется, будут отреставрированы некоторые иконы. День ВДВ. Видеозаписи концертов и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 65 63 26. Весь город на вашем экране только на круглосуточном городском телеканале ПС и в сетевизоре портала «Правда Севера». Футболисты Архангельска сражаются за Кубок города. Первая полуфинальная игра турнира свела в очном противостоянии команды «Химик» и «Регион лес». Кому посчастливилось пробиться в золотой матч, чтобы бороться за главный трофей сезона, знает Константин Рудаков. Кубок города особо ценится у архангельских футболистов. В отличие от старшего собрата, затяжного чемпионата столицы Поморья, этот турнир скоротечный. Удачно сыграв два матча, можно пробиться в финал и побороться за почетный приз. Так что даже у заведомо слабых команд шансы на медали достаточно велики. Игры упорные, потому что даже из команды первой лиги дают очень упорное сопротивление команд высшей лиги. Играют, и вот два кубка матча прошли по 120 минут и только определились по 11-метровым ударам. В этом году в борьбу за Кубок Архангельска вступили 11 команд. До стадии 1-2 добрались 4 лучших клуба. В первой паре полуфиналистов сошлись клубы «Химик» и «Регион лес». Если «Химик» дважды подряд играл в решающих матчах, то для их соперников выход в квартет сильнейших уже успех. Один матч был. Матч был достаточно тяжелый. Вели 1-0. Под конец нам забили гол и все решилось в серии пенальти. То есть пенальти пробила абсолютно вся команда. И что у них, что у нас. И решали судьбу, кто выйдет в полуфинал вратари. Наш вратарь оказался сильней. Первый тайм прошел в равной борьбе. Ближе к успеху были футболисты «Химика». Но нанести точный решающий удар до перерыва командам так и не удалось. Ничья 0-0. К сожалению, пока не все получается. Они очень удачно начали сезон, что в чемпионате. Провалили начало, что в чемпионате областном. Поэтому кубок для нас сегодня, наверное, как бы турнир номер один на данный момент. После перерыва характер игры не изменился. Обе команды больше думали об обороне своих ворот. Все решила ошибка защитников «Химика» за минуту до конца основного времени. В итоге 1-0 и команда «Регион лес» впервые вышла в финал Кубка города. Ее соперник определится 1 августа в матче команд «Рома» и «СКК». Константин Рудаков, Олег Ширяев, «Панорама Севера». В завершении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка, на 2 августа доллар США 35 рублей 73 копейки, евро 47 рублей 82 копейки. И на этом у меня все. Вы смотрели программу «Панорама Севера». В студии была Лариса Истомина. Хороших выходных и до встречи на телеканале ПС. В Вельске 2 августа будет малооблачно плюс 24-26. В Котласе облачно с прояснениями, временами дождь 22-26 градусов тепла. В Мирном в субботу переменная облачность плюс 21-24. В Новодвинске облачно с прояснениями плюс 23-25 градусов. В Архангельске 2 августа будет переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный и западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 13-16, днем плюс 22-25. Атмосферное давление будет слабо расти. Тип погоды второй благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова